так ребята едем сейчас в постамат посылочка там нам пришла по новой как-то нам не на почту а в какой-то автоматический почтовый ящик постамат называется листья падают собираются в кучу осень надвигается сегодня хороший денек ну вот ребята различные места решил я показать вам нашего города северодвинска некоторые из наших подписчиков жили когда-то в северодвинске и мечтают увидеть разные районы города которые им дороги и памятны примеру дмитрий королёв вот пишет я даже не помню где жил раньше когда я родился жил на беломорской и там же ходил в садик потом переехали на гайдара 1 квартира 4 вот у нас улица гайдара а вот как теперь выглядит дом по адресу гайдара 1 их недавно значит переделали они стали уже таки более красивые сделали внешнюю отделку другую выглядят теперь эти домики совсем не так как в ваше время а это вот дом напротив гайдара 2 он еще пока остался в том первозданном виде первозданном который был ваше время здесь какая-то стройка или гаражи или еще что-то видимо с тех пор еще здесь все осталось как был так что вот вот такой адрес это у нас гайдара 1 сейчас пройдем посмотрим вашу улицу как она выглядит теперь посмотрим дом подъезд сегодня солнечная погода воскресенье выглядит все так красиво листья уже опадают осень надвигается вот такой ваш двор дмитрий видите это ваше детство вот сам дом теперь он выглядит вот так очевидно вы жили вот в том первом подъезде ну как узнаете дмитрий ваш двор а подъезд этот вот он это ваш подъезд дмитрий вот ваша квартира здесь вы жили надеюсь доставил вам несколько приятных ностальгических минут вот ваш подъезд ящики не знаю ящики помните вы или нет изменились они или нет но это вот ваша квартира номер 4 ну что дмитрий здоровья вам побывали в вашем детском месте сейчас поедем на улицу воронина вот так теперь выглядит этот район тургенева гайдара осень у нас теперь осень да осень вступается и права листья осыпаются становится уже холоднее по ночам посмотрите какие желтые листья на тополях хороший сегодня тенек это небольшой парк тоже находится рядышком на улице воронина сейчас здесь уже не так хорошо как летом летом здесь есть травка сейчас листья старые тополя тополя в северодвинске раньше высаживали для того чтобы защитить жителей от радиации большие квартала города разделены вот этими тополинами рощами тополинами такими лужайки ну как не лужайки такие посадки тополей в разные стороны идут для того чтобы защищать от радиации тополя но дерево такое растет очень быстро и очень хорошо защищает от радиации впитывает эту радиацию тем самым поглощает и не дает ей распространяться наши заводы градообразующие тоже отдельные от города большой такой полосой как лесополоса вся из посадок сделано тополиных запах листвы старых деревьев чувствуется холод уже надвигается осень на деревьях растут грибы басенька потихоньку приучается осваивается в машине лучше на второй раз и на улице басе уже мерзнуть пушистый ну вот это двор на улице воронина вот здесь так выглядит домики солнышко засвечивает это начало улице воронина за она упирается своим началом в улицу первомайскую за которой уже находится лесополоса из тополей а за ней уже находятся заводы северодвинске в 70-80-е годы прошлого столетия появилась замечательная традиция называть новые улицы именами героев знатных людей живших когда-то в нашем городе оставивших заметный след в его биографии вот и эта улица тоже названа именем капитана воронина воронин владимир иванович родился 17 октября 1890 года в селе сумской посад архангельской губернии хорошо что северодвинск избежал участи многих городов которых в постсоветское время происходило массовое переименование улиц я считаю что нужно оставить именно те названия к которым люди привыкли за большинство своих времен например если город горький назывался горьким 70 лет то зачем его сейчас переименовывать обратно в нижний новгород ведь большинство поколений которые сейчас живут практически не жили в нижнем новгороде а жили в горьком поэтому я считаю это переименование необоснованными также и с улицами назвали ее капитана воронина пусть она и будет капитана воронина вот дом по адресу капитана воронина 4 это двор это институт северодвинский в этом здании раньше был продуктовый магазин овощной магазин сейчас здесь просто пятерочка в этом дворе по адресу капитана воронина 4 жил один из наших подписчиков константин михайлов родился и прожил тут он более 10 лет уехал отсюда в 1991 году константин надеюсь вам тоже будет приятно увидеть ваш дом вот так он выглядит а эта улица первомайская как раз вот здесь отсюда начинается улица воронина вот первомайской 49 вот этот трубопровод где нашего подписчика папа ходил на работу а сейчас мы поехали на улицу беломорский проспект вот так выглядит наши улочки в этом районе это да это дом офицеров выглядит он вот так ну а мы едем дальше здесь у нас бася тоже с нами катается решил погулять мы едем дальше по улице первомайской а на сегодня все надеюсь вам понравилось всем добра